Соседи бывают разные. Жители дома номер 42 по улице Суворова много лет делят двор с человеком без определенного места жительства. Сергей остался без крыши, но головой много лет назад. 12 из них он живет прямо здесь, под окнами пятиэтажки, и летом, и зимой. Он здесь живет круглый год. Он круглый год, морозы, дожди. Мы все это видим и мы все это наблюдаем. Здесь заброшенный участок. И здесь удобно селиться тем, кому больше нигде нет места. В том числе и ему. Скитания этого человека начались еще в раннем возрасте. Мать от него отказалась. Детство прошло в детдоме. Ко мне никто не приезжал. Приехали один раз. Папа, брат, мама. Погуляли ему маленько. И они уехали. И остаются пять. Выпуск, дурная компания, дурные привычки. Преступный образ жизни, неотвратимость, наказание. Несколько лет Сергей провел за колючей проволокой. А когда вышел, оказался совсем один. Без работы, крыши над головой и документов. Мне 54. Вот будет 16 ноября. 55 лет. Я вот здесь еще буду 12 лет. И на снегу. И вот всяко-всяко было. Тут место было. В сентябре было. И жил, и не жил. Ну, живой. За то время не должно у меня быть даже. Жители дома рассказывают. Их замечательный сосед всегда был безобиден. Не грубит, не дебоширит. Ведет свой скромный быт. Выпивает не без этого. Живет и не мешает жить другим. Но люди устали ежедневно видеть под окнами свалку. Деля детскую площадку с бродячими псами и крысами. Решили навести порядок в своем дворе. А заодно и в жизни Сергея. Когда рожаются дети, появляются дети, ты выходишь с ними гулять во двор и понимаешь, что детская площадка, а в метре от нее спит человек, обложенный собаками вот так вот по кругу, чтобы ему было теплее. И что ты ребенка просто не можешь с поводка спустить, чтобы он побегал там, не говоря уж о старших детях. Потому что мы со своими детьми здесь гулять не можем на данный момент. А хотелось бы выпустить ребенка и не переживать, что его загрозет собака. Их общее жизненное пространство сейчас представляет собой страшное зрелище. Заросли, мусор, крысы. Чтобы кардинально поменять вид из окна, жильцы обратились за помощью к депутату Елене Рясиной. Мы перво-наперво вместе с жителями провели ряд субботников. Очистили данную территорию от всего этого мусора. Опилили, значит, деревья, те, которые сухостоем были. И внесли изменения в генеральный план города Иваново. Теперь эта зона считается рекреационной. Вторым этапом, чтобы окончательно исключить возможность застройки данной территории какими-нибудь другими, значит, постройками, в том числе и коммерческими, мы сейчас уже подготовили проект решения Ивановской городской думы о признании статуса сквера. Сейчас этот проект проходит согласование в структурных подразделениях администрации города Иваново, после чего этот проект будет внесен на утверждение Ивановской городской думы. Пока сквер, что называется, в проекте. Но когда его удастся реализовать, места для этого человека здесь не будет. Но и выгонять его жильцы не хотят. Поэтому попросили определить Сергея в какое-нибудь социальное учреждение, где у него будет питание, крыша над головой и врачебный уход. Мы как бы все относимся с пониманием, и нам его жалко по-человечески. И после того, как мы начали разбирать этот наш двор, получается, что мы нарушили его экосистему. И ему пришлось как бы куда-то переезжать. Он переехал сейчас к соседней помойке, где его никто не трогает. Нам хотелось бы, чтобы все было по-хорошему, а не так, что мы как бы нарушили его вот жизнь, которую он ведет на протяжении многих лет. Александру Короткову работать с таким контингентом не впервой. Двоим, попавшим в такую же трудную жизненную ситуацию, людям уже удалось помочь. Но данный случай сложнее. Вот конкретно в его случае сложность заключается в том, что у него нет вообще никаких документов. То есть начинать нужно с нуля абсолютно, то есть с установления его личности. А это довольно-таки длительная и сложная процедура. Но после того, как мы установим, я уверен, что мы с этим справимся и установим его личность, будем по уже наработанной схеме проводить все необходимые его медицинские обследования, может быть, лечение, если что-то выявится, и собирать все необходимые документы для устройства его в дом-интернат. И, конечно, без желания самого Сергея это невозможно. Ему придется потрудиться, регулярно ходить в различные инстанции, при этом следить за собой. Мужчина к трудностям готов. Остается надеяться, что эта история закончится хэппи-эндом. И напомнит Сергею и другим людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, что даже в полном одиночестве в этом мире ты не один. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.